Здравствуйте! В эфире медиакомпания 39 канал «Городские подробности» программы для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как прошло совещание по итогам голосования по отбору территорий для благоустройства, о спасении мужчины на центральном пляже, о погоде на выходные не только. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел заседание Межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды. В работе принял участие мэр Анапы Василий Швец. Вениамин Кондратьев сказал, что в понедельник завершилось общероссийское голосование по отбору территорий для благоустройства в 2023 году. Свой выбор сделали порядка 700 тысяч человек. Я благодарен всем жителям, которые на самом деле активны, которые неравнодушны, приняли участие в голосовании. Это те люди, которые на самом деле хотят изменить свои населенные пункты с точки зрения качества жизни. И определили те парки, скверы, те территории, которые в следующем году мы будем благоустраивать для людей, для тех, кто там живет. Вот вам огромное спасибо за ваше неравнодушие. В 2022 году на Кубани планируют обновить 226 зеленых зон. На эти цели из всех источников направят более 3 миллиардов рублей. В Анапе в рейтинговом голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей. Убедительную победу одержал проект парка в поселке Виноградно. Его поддержали свыше 15 тысяч человек. Работы по благоустройству пройдут в 2023 году. В Анапе сапсерферы спасли тонущего мужчину в море. По информации социальных сетей, ЧП произошло 2 июня. Это случилось в 22.10 на центральном пляже города-курорта. Очевидцы услышали крики туриста, которые находились на берегу на сап-станции и незамедлительно отправились на помощь. Спортсмены доплыли до потерпевшего на доске и вытащили его на сушу. На место оперативно вызвали медиков. Они осмотрели мужчину и осуществили необходимые манипуляции. Сейчас жизни отдыхающего ничего не угрожает. Подробности произошедшего уточняются. В Анапе виновник смертельного ДТП с хлебовозкой получил 2,5 года колонии. Напомним, авария, в которой погибли два человека, произошла 10 августа 2021 года на автодороге Виноградный-Благовещенская. По данным суда, водитель Митсубиши выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Маздой и хлебовозом. В результате ДТП пассажирка Митсубиши и водитель хлебовоза погибли на месте, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В итоге возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть двоих человек. Анапский районный суд назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. В пользу пострадавших с виновника аварии взыскали 600 тысяч рублей. Приговор был обжалован в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменений, после чего он вступил в силу. В 54 санаториях и лагерях Краснодарского края приобрели почти 7 тысяч путевок по программе детского кэшбэка, которая позволяет вернуть до 50% стоимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Увеличивается заполняемость детских здравниц, чтобы организациям детского отдыха было проще включиться в программу на региональном уровне. Мы создали свой агрегат «Летний край РФ», где представлены 54 детских лагеря и санатория Кубани, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Федеральная программа действует уже второй год. Продажи путевок с кэшбэком открылись 31 марта и завершатся 31 августа. По купленным путевкам ребенок должен отдохнуть до 30 сентября 2022 года. В прошлом году в регионе по акции «Детский кэшбэк» отдохнули более 16 тысяч детей. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – ярмарка на Парковой. Она порастраивается и развивается. А о том, чтобы у жителей и гостей курорта была возможность приобрести свежие овощи без химии и консервантов, мясную и рыбную продукцию заботятся кубанские фермеры, которые привозят свои товары на новый рынок «Ярмарка» на Парковой. В 18 магазинах во всем великолепии – рыба домашнего копчения, изобилие икры, а еще душистый краснодарский чай, сладости, фрукты, зелень, специи и многое другое, приправленное историями и авторскими рецептами. А также магазин бытовой химии – здесь все организовано для удобства и безопасности не только покупателей, но и предпринимателей. По всей ярмарке установлены камеры видеонаблюдения и современные системы электро- и водоснабжения. Предусмотрены отдельные зоны разгрузки товаров и бесплатная парковка. Рядом автобусная остановка, а крыша из трех уровней хорошо проветривается и создает прохладу. Открытие ярмарки на Парковой является значимым событием, ведь это очередной вклад в политику импортозамещения и десятки новых рабочих мест. В заповеднике Утриш растет единственный в стране гриб, которому опасно даже подходить. И этот гриб уже вырос, в отличие от многих других грибов, которые созревают ближе к осени. А называется он решеточником красным. И кроме южных районов, больше нигде в нашей стране не встречается. Как рассказывает комсомольская правда Кубань, гриб не похож на другие и напоминает какое-то инопланетное создание чужой нам природы. Он очень редкий и ввиду его малочисленности занесен в красную книгу. А вот срывать и класть его в корзину вряд ли кому-то придет в голову. Ведь даже находиться рядом с ним весьма опасно. Особенно стоит предупредить детей. Именно у них могут быть очень серьезные последствия для здоровья. Токсины этого гриба воздействуют на организм недолго – 10-12 часов, но вызывают симптомы отравления. А вот летальные исходы крайне редки, но случались. В Анапе открылись летние детские площадки. С 1 июня для более чем тысячи школьников работает первая смена в 12 лагерях с дневным пребыванием в школах и учреждениях культуры Анапы. Кроме того, для 5 тысяч детей организованы различные формы занятости, дневные и вечерние тематические площадки, клубы по интересам экскурсий. Первая смена продлится до 22 июня. Также открылись детские культурно-досуговые площадки и в сельских домах культуры и клубах. В ДК села Варваровка распахнула двери площадка «Калейдоскоп». В ДК Витязева – веселая карусель. В ДК поселка Виноградного, Непоседы, в ДК Джигинки, город Мастеров и других населенных пунктов Анапского района. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – цирк Никулина. С 11 июня на стадионе «Спартак». Открытие циркового сезона в Анапе. С 11 июня на стадионе «Спартак». Цирк Юрия Никулина. В программе «Гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны». В Анапе на Горького 5. Телефон 7-952-816-42-42. На Кубани в конце недели ожидается выше 30 градусов тепла. Синоптики просят жителей и гостей курорта 4 и 5 июня брать с собой солнцезащитный крем и зонты. По краю синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременной дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы от 12 до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 30 до 35 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Ветер от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы от 12 до 14 метров в секунду. А воздух прогреется до 32 градусов. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей «Оптово-розничный комплекс» «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. «Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды. В субботу 4 июня ожидается солнечная погода, температура воздуха днем плюс 22 градуса, влажность воздуха 46 процентов. А вот ветер подует северо-восточный до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 19 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты, все это на сайте anapanews.com. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»